Девушки отдыхают Поможешь? Естественно! Вот и прекрасно! Начнем мы с письма Вики из Сорочинска Здравствуйте, Анна Семеновна! Скажите, пожалуйста, какая птица несет самые крупные яйца? Почему птицы бросают своих птенцов, если к ним прикоснутся люди? Как это бросать? Не может быть! Спасибо, Вика! Эйнштейн, пока не беспокойся, пожалуйста! Перекуси чем-нибудь или водички попей, ладно? Итак, какая птица несет самые крупные яйца? Казалось бы, ответ напрашивается сам собой Африканский страус На первый взгляд, в этом деле ему просто нет равных Среднее яйцо африканского страуса Может достигать 15-20 сантиметров в длину Иметь в диаметре 10-15 сантиметров И весить около 2 килограммов Очень внушительное яичко! Внутри скорлупы помещается ровно столько содержимого, сколько содержится Сейчас 12, 20, 23, 24 В двух дюжинах куриных яиц Представляете? Но если сравнить размер яйца с размером самой птицы То африканский страус без боя сдаст позиции Судите сами, дорогие мои Африканский страус весит 175 килограммов А его яйцо около 2 килограммов То есть в 87,5 раз легче Иначе говоря, если на одну чашу весов посадить страуса То на другую, чтобы равновесить чаши Нужно выложить 87,5 вот таких яиц Для такого же эксперимента с домашней курицей Понадобится 42 куриных яйца Если взвешивать фламинго, то вес взрослой птицы уравновесят 25 яиц этой птицы Вес сизого голубя равен 15 голубиным яйцам Вес соловья равен 9 соловьиным яйцам Это уже призовые места Но назвать ни голубя, ни соловья победителями я не могу Абсолютный рекорд принадлежит новозеландской птичке Киви Ее вес равен всего-навсего 7 с хвостиком яйцам Вот так, дорогой Эйнштейн Как говаривал твой знаменитый тезка Все в этом мире относительно Точно! Относительно массы тела Самые крупные яйца несут киви А вот относительно собственного веса яйца Африканские страусы Надеюсь, уважаемая Вика На первый ваш вопрос я ответила достаточно полно Переходим ко второму вопросу Почему же птицы бросают своих птенцов Если к ним прикоснутся люди? Очень интересный вопрос Люди, не очень разбирающиеся в биологии Увидев выпавшего из гнезда птенца Незамедлительно спешат ему на помощь Накормить, напоить, приласкать И уж только потом понимают Что мама этого птенчика больше никогда к нему не вернется На нем якобы остался человеческий запах Но, милые мои, все дело в том Что у абсолютного большинства пернатых Полностью отсутствует обоняние Но тогда почему же птицы бросают своих детей После того, как те побывали в руках у людей? Скорее всего, эти птенцы Так называемые слетки Они не выпали из гнезда Они из него выпорхнули В зависимости от вида Выпорхнувшие из гнезда птенцы Могут провести на земле От двух дней до месяца За это время они учатся летать И самостоятельно питаться Их родители где-то поблизости И постоянно кормят птенцов Находя их по голосу Но когда люди возвращают птенцов обратно в гнездо Которое, кстати, может оказаться чужим Родители теряют своих детей Да-да-да, я повторяю Не бросают А просто не могут найти Но люди тоже важная причина Они слишком долго находятся рядом со слетками Ахают, охают, жалеют их А тем временем родители птенцов приходят к выводу Что их дети попали в беду Из которой их уже не спасти Для птиц нет разницы между нами, людьми Или, например, кошкой Поэтому с тяжелым сердцем Они улетают прочь И больше не возвращаются Дорогие мои Если следующим летом Вы увидите на земле птенца Оставьте его в покое Помните, он не сирота Не стоит бездумно вмешиваться в его жизнь Ни к чему хорошему это не приведет Ну а сейчас нас ждет письмо от Сида Из Щекина В котором он спрашивает Так, минуточку Какая орхидея росла в Тульской области? Уважаемый Сид Не будьте столь пессимистичны И росла, и растет И давайте-ка, надеяться, будет расти И в Тульской, и во многих других областях России К сожалению, в наши дни этот цветок встречается не часто Он даже занесен в Красную книгу нашей страны Так что наше расследование я назову Дело о редкой красавице Ну а теперь я предлагаю включить программу идентификации Только чтобы проверить мои знания И избежать даже намека на ошибку В мире насчитывается около сотни тысяч видов И все это орхидеи И этой И вон та А вот и фигурантка нашего расследования Орхидея умеренных широт с красивым названием Венерин башмачок В Америке этот цветок называют макосином В Англии туфелькой леди А у нас в России сапожком богородицы Наши предки были уверены, что Божья Матерь Когда спешила на помощь бедным сироткам Уронила его с ножки И сапожок тут же обернулся прекрасным цветком Посмотрите сами, мои милые Этот цветок и вправду напоминает изящную женскую обувь С яркими лентами А сейчас давайте-ка посмотрим, что мы знаем об этом прекрасном растении Имя Венерин башмачок Фамилия настоящий Порядок Спаржи цветные Семейство орхидные или ятрышниковые Род башмачок Вид настоящий Высота 20-50 сантиметров Цветы от 5 до 7,5 сантиметров в диаметре Постоянное место жительства Умеренные широты Характер Спокойный, медлительный Особые приметы Пахнет ванилью Ближайшие родственники 50 видов башмачков Вы знаете, друзья мои, что этот цветок относится к семейству орхидных Но имеется одно важное отличие, которое разнит его с тропическими орхидеями Тропические орхидеи – эпифиты То есть такие растения, которые произрастают на других растениях И при этом не получают от них никаких питательных веществ Используют их исключительно как опору Ну а наш нежно любимый венерин башмачок – многолетняя трава с толстым подземным корневищем Когда-то венерины башмачки встречались очень часто, буквально на каждой тенистой лесной полянке Эти цветы предпочитают хорошо увлажненную почву Но, увы, их подвела собственная красота Например, еще в начале 19 века русские девушки любили вплетать их в косы Поэтому и собирали башмачки целыми охапками Правда, бедняжки не подозревали, какой вред наносят любимому растению Венерин башмачок размножается вегетативно, то есть с помощью корневищ и семенами Но семенам просто не давали вызреть, раньше времени срывая цветы А обрывая цветы вместе со стеблем, не давали корневищу накопить столько питательных веществ, чтобы хватило на всю долгую зиму Такое варварское отношение привело к резкому сокращению численности растений Еще в 1878 году венерин башмачок объявили охраняемым растением Так как у венерина башмачка нет оружия для защиты, нет ни колючек, ни шипов Он обзавелся ядовитым соком Поэтому всякие там коровы и козы обходят его стороной Для человека сок венерина башмачка не опасен, а наоборот это растение считается лекарственным Отваром его листьев лечат бессонницу, головную боль и даже заикание Но на этом дело о редкой красавице я объявляю закрытым И перехожу к письму Насте Есиле Здравствуйте, Анна Семеновна, пишет нам Настя Расскажите, пожалуйста, кто такая зеленая мамба? Честно говоря, дорогая Настя, вы поставили меня в тупик Я в растерянности А дело в том, что зеленых мамб две Восточная или узкоголовая зеленая мамба и западная А какой из них вы бы хотели услышать? Право, не знаю Но на всякий случай я расскажу вам об обеих Тем более, что они являются близкими родственницами Но почти двоюродными сестрами Итак, эту часть нашей программы я назову Дело о зеленых кузинах Восточная зеленая мамба и западная мамба Одновременно похожи и не похожи Роднит их яркая краска И то, что они чрезвычайно опасны Обе входят в десятку самых ядовитых змей мира Обе предпочитают дождливые, вечно зеленые африканские леса У обеих два передних зуба содержат яд Наибольшую активность и та, и другая мамбы проявляют днем Хотя при необходимости могут вести и активный ночной образ жизни На этом и заканчиваются их общие черты И начинаются отличия Для того, чтобы в этом убедиться Достаточно ознакомиться с их личными делами Итак, приступим Имя Мамба Мамба Фамилия Восточная Западная Отряд Чешуйчатые Тоже чешуйчатые Подотряд Змеи Семейство Аспиды Постоянное место жительства Восточная часть Южной Африки Западная Африка Длина тела Восточная От 180 до 250 сантиметров Западная От 210 до 300 сантиметров Характер Спокойный Пугливый Агрессивный Особые приметы Ярко-зеленый цвет Желтоватая брюшка И изумрудные глаза Оливково-зеленый цвет Желто-коричневые глаза Итак, эти две мамбы Водятся в разных частях Африки Но увидев их, например, в зоопарке Или не приведи Господь в дикой природе Вы же не станете проверять у них паспорта с пропиской Тем более, что и в глаза этим змеям заглядывать очень опасно Так как же отличить их друг от друга? Да очень просто Если вы видите равномерно зеленую змею Это пугливая восточная мамба Она предпочитает избегать конфликтной ситуации И уползет прочь, если только вы не вынудите ее защищаться Начиная атаку, она поднимает голову и шипит Часто высовывая язык Увидев восточную мамбу в боевой стойке Просто шагните в сторону И она прошмыгнет мимо вас, забыв о своих воинственных намерениях Ну и, конечно, будете в Африке Внимательно смотрите под ноги Не наступите на мамбу Иначе она непременно укусит Хотя лично у меня язык не повернется ее осуждать Я бы, наверное, тоже кусалась от страха и боли Если бы на меня наступил, ну, например, слон Итак, с восточной мамбой еще можно договориться Но если вы заметили зеленую змею Чьи чешуйки имеют черную каемку А под ними видна черная кожа Берите ноги в руки и бегите Так как вам не повезло встретиться с западной мамбой Вот она нападет, не раздумывая Стоит только дать ей повод Поэтому, ради бога, не давайте Не стойте у нее на пути Ну, пожалуй, этим важным советом Я и завершу дело о зеленых кузинах Тем более, что нам с вами пора прощаться Присылайте свои вопросы по адресу 109-147, город Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7 Телеканал «Радость моя» Анне Семеновне Бабочкиной Или оставляйте их на сайте телеканала Тройное W радость моя точка ру С нетерпением жду новой встречи Желаю добрых встреч с природой Пока-пока! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин